Слава Иисусу! Слава Иисусу! Когда они служили Господу и поселились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Вы знаете, когда я сидел здесь и брат призвал к пожертвованиям, я удивлялся, что Дух Святой уже начал говорить. Никто не знал, о чем я собираюсь проповедовать, но Бог знал. И мне не нравится, что сам настрой сегодня, я верю, что он очень важный и нужный. Что мы можем в следующие годы нашей жизни быть плодоносными и прожить для Бога, попасть в Божьи цели, друзья мои. Попасть в Божью волю, попасть в Божье благоволение. Одним из величайших откровений, друзья мои, сегодня, которое должно быть перед нашими глазами. То, что мы делаем, это не просто наше дело. Вот мы собрались такие, решили церковь сделать. Это, ну типа, вот одни в бизнес пошли, а одни церковь стали делать. Нет, это дело Божие. И когда мы понимаем, что это дело Божие, вы знаете, меня это вдохновляет. Вот представляете, великий Бог нуждается во мне. Он говорит, ты мне нужен. Ты мне нужен для определенного дела. Он говорит о Варнаве Савле, слушайте, отделите мне этих двоих людей. Они мне нужны для определенного дела. Вот это слово «мне», оно здесь ключевое для меня. У Бога есть дело, и Богу нужны люди. Мы можем по Писанию видеть многократно, друзья, все, что Бог хотел делать на земле, Он нуждался в человеке. Я искал у них человека, который бы построил стену. Бог во все времена ищет человека. Я так радуюсь. Когда я думаю о своей жизни, мне сегодня 46, ну вот не сегодня именно, но вообще сейчас, 46 лет, да? Когда я думаю о своей жизни, я так удивляюсь. Я думаю, Господи, Ты взял простого парня, который пас коров там где-то в колхозе жил. И вообще, знаете, я думаю, дьявол и не догадывался, что Бог может взять этого человека. Может, он на меня и внимания не обращал. Но Бог взял простых людей и делает свое дело. Вам это нравится? Мне это очень нравится. Библия говорит, что Бог берет ничего незначащее. Чтобы вот, знаете, вот эта сила, вот этот успех был приписываем Богу. Сегодня я здесь, чтобы хвалиться Господом. И говорить, что Бог берет простых людей. И Богу нужны люди, которые способны сказать Ему да. И Бог готовит людей для своего дела. К сожалению, я вот заметил, что есть одна большая проблема. Что церковь часто, друзья мои, может быть из-за того, что она проповедует вечное Евангелие, она склонна, знаете, менее всего к переменам. Она как бы часто идет по инерции. Вот как Бог действовал в жизни, люди как-цак закрепились в этом и думают, что так будет всегда. Но я хочу сегодня показать, что вот всегда так было. Очень часто Господь говорил о том, что пришло время или не пришло еще время. Вы замечали? Вот наступило время, или Господь говорит, я знаю времена и сроки. И положил пределы обитанию. И всегда Бог говорит о времени. Говорит, еще не пришло время. Еще не наполнилась чаша. А теперь наполнилась. Я увидел, я услышал, я иду. Говорит об израильском народе, когда хотел его исправить. И так вот это понимание нам сегодня надо, что у Бога есть времена и сроки. И под эти времена и сроки у него есть свои планы и свои цели. И под эти планы и цели Бог ищет человека. Проблема в том, что человек часто не замечает того, что, ну, куда его зовет Бог. Или как Бог, что Бог хочет поменять. И по инерции пытается двигаться. И Богу приходится брать других людей. И часто те, которые раньше двигались в каком-то деле, становятся препятствием. Им кажется, это какое-то уклонение от истины. Им кажется, это что-то совершенно не так, как у нас было. И это проблема, о которой мы сегодня могли бы с вами поговорить. И увидеть, как Богу нужны люди, способные вовремя перестраиваться. Вовремя видеть. Это не смена Евангелия, друзья мои. Это перемены, которые во времени... Евангелие, оно как бы в разных формах может подаваться. Вот я вам хочу просто на примере... Это мне недавно, я сам это сейчас переживаю. Потому что я увидел, что в последнее время происходят такие глобальные перемены. Часть входит в это, а часть подтормаживает. И не видит этого. И из-за этого есть некоторое напряжение. Даже вот посмотрите в 90-е годы. Когда Бог... Ну, начало 90-е, конец 80-е. Когда Господь захотел сделать пробуждение, часть четко это восприняли и сказали, вау, новое время, мы будем служить Богу, мы пойдем в ДК, мы снимем какие-то общественные здания, мы будем делать евангелизации. А часть сказали, да нет, вы что, так никогда не было. Это какой-то хитрый дьявольский план. И люди приостановились, и Бог не смог сделать через этих людей. А те, кто пошли, родилось очень много церквей. Сегодня очень много миссий, церквей в нашей стране, на постсоветском пространстве празднуют 20-летие. Это некий такой момент совершеннолетия. И Бог стал мне показывать, что если сейчас церкви не перестроятся, если не увидят что-то новое, то идет такая стагнация. Если человек 20 лет верующий, или 15, или 10 лет верующий, и он все время учится, 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 он все время приходит в церковь, он через время станет прихожанином, если он ничего не будет делать. Прихожанин, друзья, это такое, вот в моем понимании, чуть позже пришел, чуть раньше ушел. Сердце не в деле Божьем. Да, человек не отрекается от Бога, да, человек рожденный свыше, да, человек хочет пережить на служении Бога, но сердце его, эпицентр его мыслей, эмоций, дел, лежит не в деле Божьем. Он живет, можно сказать, для себя. И об этом можно открыто сегодня говорить. Часть людей стали жить для себя. Я это наблюдаю у себя на Украине. Бог благословил. Если раньше мы вдохновляли людей там, начинать бизнеса, куда-то двигаться, сегодня смотрим, надо чуть подтормаживать, потому что слишком хорошо все пошло, слишком человек все увлекся, и часто человек потерялся из дела Божьего. Но Господь говорит, я ощущаю это в своем духе, в своем сердце, что приходит новое время, приходят новые возможности. И Богу нужны люди, которые вовремя это замечают, и способны увлечь, способны показать, что сегодня происходит. Я хочу на примере показать вот место вот этого, это 13 глава, который я прочитал, что отделите мне Варнаву и Савла. Вот когда это прозвучало, и какая задача стояла у Бога. Бог изначально планировал спасение для всех людей. Он не планировал только для евреев, правда? Когда Иисус пришел, Он сказал, у меня есть извечный план, сокрытый, тайна. Тайна состояла в том, что спасение Бог хочет дать и язычникам, и из двух сделать одно, соединив все под главой Христом. Сказал это Иисус? И возможно ученики сказали Амэн. Но в голове была очень такая твердая парадигма спасения для евреев. И первое время, когда Иисус ушел, они никуда не ходили. Они никому другим не благовествовали. Написано, из посторонних никто не смел к ним даже пристать. Им было хорошо вместе, они вместе собирались, они вместе служили и двигались. Но это не было совершенной волей Божьей. В воле Бога было, чтобы они встали и пошли. Он говорит, вы будете мне свидетелем в Иерусалиме, и Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Они вроде бы это слышали, но это сложнее сделать, потому что им было хорошо вместе, и они были уверены, что спасение для евреев. Что делает Господь? Господь посылает гонения. Когда вот так просто мы сами не понимаем, Господь помогает нам обстоятельствами. И наступило такое время, что вот было гонение. И люди рассеялись. И по-моему, я забыл точно, мне кажется, то ли в 10, то ли в 11 главе написано, когда они рассеялись, никому не проповедовали, кроме Иудеев. Вот обстоятельства Бог дал, ну как бы помог им разойтись, чтобы, ну, ребята, надо двигаться дальше. Но сами они не изменились, им сложно было измениться. Они все равно вот среди всех искали только своих, и им Иисус любит тебя. А язычникам, язычники, это все. И Господь, я думаю, так нуждался в людях, которые способны шире увидеть, которые способны принять. И они стали бы закваской для всей церкви. И Бог искал таких людей. И я вам хочу показать, что было несколько путей, через которые Бог это откровение в церковь продвинул. Вы помните один, допустим, Филипп? Филипп шел в Кесарию. Я думаю, от гонений он шел в Кесарию. По преданию, в Кесарию у него было имение. Может быть, это случайно получилось, я не знаю. Но в Самаре, возможно, он кому-то стал говорить, принято. Вдруг все стали слушать. О, интересно, расскажи нам. И стало массово такое, знаете, внимание к нему. И даже тот там главный, который там колдовал, да все, он за ним нигде не отходит. Самаряне приняли Слово Божье. И там, интересно, есть приписка такая. Но ни на одного из них не сошел Дух Святой. Я думаю, интересно, почему через служение Филиппа люди покаялись, но Дух Святой ни на кого не сошел. Это мои мысли. Там, ну, это не напрямую так, но мне так кажется. Богу было важно, чтобы центральные апостолы были причастны к этому событию. Наверное, Филипп сообщил, я не знаю, смс бросил. Ребята, здесь такое происходит. Они покаялись. Кого посылают? Самых главных. Петра, по-моему, Якова, да? Они пришли, увидели благодать Божию, возложили руки, и сошел Дух Святой. А вот, когда сошел Дух Святой, с этим уже что-то надо делать. Они же понимали, что Духа Святого не они дают, а дают Бог. И там написано, они сказали, видать, видать Бог как-то, ну, знаете, самаряне это еще не полный язычек, как на пополам такие, знаете. Видать и им дал Бог, ну, благодать. Видать, ну, что, знаете, вот это слово видать ключевое. То есть, зашатались устои. Опа, ничего себе. Как-то и с ними что-то Бог имеет в виду. И важно было, что апостолы там были. И знаете, очень важно, Бог так делает, чтобы ключевые люди в современном христианстве были причастны к каким-то переменам, и через них что-то произошло. Им тогда легче это воспринимать. Когда я что-то продвигаю, я иду к главным апостолам и рассказываю, что происходит, чтобы они видели и чувствовали, и через... Чтобы они стали причастны к этому. И вот здесь я вижу точно такая история. Позже, когда Филипп благовествовал Евнуху, там Дух Святой сразу сошел. Это потому, что Евнух уезжал. Все, через Филиппа все это возможно было. Но здесь важно было присутствие апостола. Другой путь, через который... То есть, это уже первая, знаете, такая ласточка была. Другой путь, это Петр. Вы помните, когда он молился в Иопии, он увидел вот этот сосуд спускающийся. То есть, Бог включил такие, знаете, сверхъестественные откровения и показал ему, слушай, Петр, вот что я очистил, то не почитай нечисто. Это, знаете, это была ломка такая, это сложно было воспринять. Но это было настолько, и это три раза было. Вот как думаете, почему три раза? Представьте, сейчас открылся этот потолок, и один раз опустилось. Но мы все были... Представляете, вот сейчас все встали, и все, и в интернете люди видят, что началось в церкви. Открылось небо, и сверхъестественно опустился этот вот сосуд. Три раза Петру надо. Ушло. Он, наверное, стоит, так, может показалось мне. Да не может быть. Еще раз. Ушло. Еще раз. Это вот, знаете, мелочи, но оно мне показывает, что у Петра было борение, понятие. Он должен был это все воспринять. И потом, когда он пошел туда, он почти то же самое сказал, что видать. Он говорит, вижу, что Бог не лицеприятен. Он до этого не видел, понимаете? А здесь он увидел, Дух Святой снова сошел. Он говорит, да, 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 да. Но он-то увидел, но в Иерусалиме не видели. И написано, пришли из Иерусалима и стали упрекать Петра. А шо это ты ел с необрезанными? Так сосуд, так вот. И я думаю, была полемика, был братский совет такой, который разбирал эту ситуацию. Ругать Петра. Или правда это Бог. То есть, вот понимаете, с каким трудом Господу приходилось продвинуть это. Потому что люди были как бы заточены по то, что спасение только для евреев. Но я думаю, ключевую роль сыграл все-таки апостол Павел, Сау. Вот Богу нужен был такой человек, который это все, как знаете, теологически разложит, грамотный был и решительный. Вот Сау был, он очень решительный человек. Он даже, когда вот увидел, что Петро там не поймет, как себя вести, то он уже раскрылся сердцем к языччикам, то он назад закрылся, то пока евреев нет, он ест вместе с ними. Когда евреи пришли, он не... Вы понимаете, это естественное состояние было человека, который пытается поменять свое как мировоззрение, расширить вот больше. И Павел его обличал. Но я очень... Мне очень интересна история Савла. Друзья мои, я... Вы все в конце поймете, почему я подробно об этом говорю. Я вот видел, как Бог поднимал этого человека как сосуд, который ему нужен был для перемен, для того, чтобы это реально вот, ну, серьезно произошло. Ему был нужен этот сосуд. Он гнал. Он гнал на... учеников, он был гонитель. И вот как бы по-человечески, кажется, самый, может быть, неподходящий. Но Бог видел этого человека. И Господь явился ему. И когда он пережил Бога, оказалась такая проблема. А ему никто не верит. Ему никто не... Знаете, его все опасались. Первый Ананя говорит, Господи... Ну, Господь ему говорит, иди, помолись за него, чтобы он прозрел. Господи, да я не могу. Это... Это гонитель. Все. И Господу приходится убеждать и говорит, слушай, он... Где-то здесь даже записано. Так, я здесь сейчас быстро не найду. Но он... Там есть такое слово, Господь говорит, что я его пошлю к народам. Есть там такое слово, к народам. Кто-то может быстро... К народам пошлю. Говорит, то есть у него есть специальное призвание. И Ананя набрался мужества, пошел, помолился и сам тут же стал благовествовать. И он как бы решительно стал все благовествовать, но понятно, что он был... Это было в Дамаске на своем уровне. Через время его там хотят убить, по стене его спускают и он приходит в Иерусалим. Но в Иерусалиме все от него очураются, понимаете? Это какой-то странный пришел благовестник. Он гнал раньше нас. И люди не... Написано, они не верили, что он ученик. И вот, слушайте, появляется на сцене очень хороший человек Варнава. О нем я хочу чуть больше сказать. Я уверен, что и сегодня нужны такие люди. У Варнавы был очень хороший статус. Это был человек очень уважаемый в самых, знаете, вот в верхах среди апостолов. Он был человек, исполненный Духа Святого. Написано, что он был добрый человек, исполненный Духа Святого. И вот Варнава обладал такой широтой как бы души и взгляда. И он поверил. Он поверил, что Саул по-настоящему принял Господа. И написано, он привел к апостолу. Привел его. И написано, он рассказал. Не Саул рассказал, а он рассказал, как Бог явился Саулу. Я эту картину себе представляю. Встал Варнава, сидят апостолы, все такие с подозрением смотрят. Он говорит, братья, вот послушайте меня. Вы меня знаете, изначально я с вами, там, та-та-та-та. И вот смотрите, это человек Божий. Я вам говорю, это человек, посмотрите, Бог ему так явился, Бог его для этого предназначил. Вот это, вот это. И написано, и тогда, ну приняли его. И он стал, вот уже с апостолами, с учениками. Вот эти перемены, друзья мои, они происходили, Бог находил человека, способного сделать следующий шаг. И Варнава, один из тех людей, который был ключевым, вот в этих, в этой, как бы в истории перемен, он был одним из ключевым человеком, который способен это сделать. Я вам скажу, сегодня нужны также эти люди. Это разные могут, они могут нравиться, не нравиться, но я замечал, как в моей жизни были люди, которые переводили меня на новый уровень, в новое дело. Они помогали мне. Я до этого не мог сам это сделать. Последний случай, это просто вообще колоссальный. Вы знаете, я раньше приезжал сюда, и я говорил об усыновлении. Кто-то помнит? Я вообще думаю, что часть, мне уже говорили в Америке, Сергей, очень странно, то ты приезжал, пел, то потом ты приезжаешь, уже усыновление, то потом ты приезжаешь, уже телеканал ТБН, как бы, ну сильно быстро все как бы меняется. На самом деле, все нормально, друзья, это совпадает вот с этой проповедью. Я верю, что есть времена всему. Да, я пел, я написал много песен, и в свое время это были песни, под которые шло пробуждение. Но сегодня такие потрясающие люди есть. И я со своим, может быть, двухгодичным музыкальным образованием, я выполнил свою миссию. Да, я еще пишу. Иногда пишу, последняя песня, так и называется, это моя история с Богом, это моя история называется песня. Я пишу, но мои песни больше не играют ключевую роль. Понимаете? А если раньше, это было действительно одни из тех, под которые шло это. Пробуждение 90-х начиналось под эти песни. Сегодня Бог поднял других людей. В свое время этим мне важно было заниматься. Сегодня могу как-то более свободно к этому. Могу писать, могу не... Как Бог мне вдохновит, и все. Но это не является больше главным призванием моей жизни. И вот дети. На самом деле удивительные вещи произошли. Когда мы тогда сюда приезжали и говорили, для многих это звучало, знаете, как сказка. Я вам хочу сегодня как доложить ситуацию с места событий. В Украине, друзья мои, сейчас стоит очередь за детьми. Очередь. Вот наша, у нас есть тоже такая небольшая организация. Ну как-нибудь, она хорошая. Проект национального усыновления ты будешь найден. Вот только у нас просто записано 80 семей, которые говорят, как только появится ребенок, мы хотим его взять. Детей нет. Всего в стране около 30 тысяч детей, которых потенциально можно взять, которые еще не взяты. Но часть из этих детей, они очень больные, которых просто так не отдадут. Это нужно специальные медицинские там. И часть детей более взрослых. Вот там 14, 12, 15 лет. Вот этих детей сложно брать. Но то, что ситуация переломалась, и то, что сказка стала былью, и то, что процентов 90 это сделали евангельские верующие, это правда. Это правда. Потому что это откровение об усыновлении, оно вошло в сердца людей, оно изгнало страх, Божья любовь раскрыла сердца. И вы знаете, так много деток сегодня в церкви, это потрясающе. Вот церковь, где я служу пастором, и дочерние церкви только в нашем городе. У нас их несколько дочерних церквей. Мы взяли больше ста детей. Сто детей. Понимаете, и больше, чем сто детей. Мой друг Петр Дудник взял шестеро. Я взял три. Когда пастора стали брать, люди подумали, это серьезно. Это не просто они рассказывают. И люди потеряли страх. И они стали брать. И эти детки живут среди нас. Они знаете, когда знакомятся между собой, у них это естественный вопрос. Как ты появился здесь? Они спрашивают. Тебя родили или усыновили? Есть два способа попадания в семью. И для них это абсолютно естественно. И естественно для людей, которые в церкви, усыновление это уже естественно. Если вначале, когда мы с женой брали, то с нас смеялись. Были люди в церкви, которые подсмеялись. Это было смешно в то время или даже как будто бы чуть-чуть у нас недохватили. А сегодня это не так. Потому что переломалась ситуация. Так вот, я продолжаю. И я переключился на Россию. Сегодня в России другая ситуация. Понимаете? В России не все так просто. И несколько лет назад я был в аэропорту Шереметьево транзитом. Я зашел в такой, знаете, простой магазинчик, где русские сувениры. И вдруг Дух Святой сошел. Знаете, вот так тепло настолько. Я стою, у меня слезы, мне стыдно каяться. Сейчас все это увидят. А я бы целовал эти матрешки, эти шапки-ушанки русские. Там вот русские сувениры. Такая любовь к русскому народу. Вот какое-то такое благостное состояние. Я так захотел, что в этой земле что-то происходило. И я через это понял, что Бог зовет. Я не слышал голоса. Но я послушал, внутри как бы такая тяга. Я дал обет Господу на пять лет двигаться на Россию. Поэтому я в Америку сейчас почти не приятно. Пять лет, по-моему. Четыре или пять лет назад был в Америке. Вот здесь, на этом краю. Еще там был на том пару раз. Но коротко миссия основная сейчас на Россию. И каждый приезд туда я прошел уже очень много церквей. Я иду по центральным городам и уже до Дальнего Востока. Каждый приезд обозначает усыновление. То есть люди слышат, видят, идут учиться и берут деток. И это как закваска. Когда две-три семьи в церкви берет, все начинается, потом уже выходит из-под контроля. Люди понимают, что это нормально, это хорошо. Так вот, к чему я за ключевых людей говорю. Где-то два года, полтора года назад я служил в церкви у Сергея Васильевича Ряховского. И там Бог так все приготовил. Его помощник Константин Бендес летом делал лагерь летний. И у него был мальчик, ему лет было тринадцать, который такой противный был, что он его выгнал с лагеря. А он был с интерната, сирота. И он, когда его выгнал с лагеря, ему так стало стыдно, что он выгнал его. И он стал его искать, нашел и усыновил. И в церкви еще мало об этом знали. И вот я выхожу, это октябрь месяц, я выхожу, и я проповедую, я рассказываю, что эти дети становятся родными, вообще без всяких оговорок. Они становятся нашими родными. Выходит, Светлана, я первый раз вижу, жена Бендеса, выходит и говорит, все, что сказал этот человек, правда. И начинает им свидетельствовать, мы вот взяли мальчика, 13 лет, и то, что я вам сейчас скажу, я знаю, что это ненормально по-человечески, мне нет разницы между им и моими детьми. И я аж присел. 13 лет, нет разницы. Друзья мои, ну, это действительно сверхъестественно. И она говорит, мы уже поменяли, он сложный человек, это не паинька такой, знаете, сложно, мы поменяли уже пару школ, но она сказала, я его никогда не предам и не брошу, я сделаю все, чтобы он вырос нормальным человеком. И, конечно же, это было настолько сильно, что Сергей Васильевич вдохновился, мы сидели с ним, я рассказывал все, что я вижу по детям, я видел, я рассказывал все, что произошло в Украине, и я говорил, что послушай, Россию можно изменить, все произойдет через христиан, христиане, наполненные Божьей любовью, они просто поднимутся и впрыгнут в эти, знаете, интернаты, вот я вижу, как, знаете, как такой бесстрашный спецназ, который люди не живут для себя, не просто в церкви, а греют лавочки, время пришло усыновлению в России. Я его об этом убеждал, говорил, он вдохновился, через пару месяцев у них заседание, Путин пригласил, он в общественном совете, Сергей Васильевич, не знаю, какое-то было совещание, что он там был, Путин был, Астахов Павел, это тот, который руководит, ответственность за детей, за детей, вот служение, или как это называется, не знаю, департамент, в общем, по детям, и они это все слышали, и они его позвали, в общественной палате было слушание, и они берут все наши тезисы, и Медведев в феврале месяца с большой трибуны выступает, и говорит, мы начинаем общественное движение Россия без сирот, мы закроем все интернаты за пять лет, оставим только профильные, но профильные для совсем больных детей, и мы когда с Махненко это слушали, знаете, это просто хотелось, вот от счастья, просто скакать и прыгать, думаю, вот как Бог делает, ключевые люди, понимаете, у Бога есть дело, Бог думает за этих сирот, Он уже поднялся, поднялся, и Он сказал, я там поменяю все, и Он дает одному, в аэропорту плачет, ушанки обнимает, начинает ездить, пересекается, и я вижу, как Бог это все, как великий комбинатор, устраивает, друзья мои, у Него есть ключевые люди, и это произошло, допустим, и в моем случае, поэтому, возвращаясь к Варнаве, я хочу сказать, это был ключевой человек, который видел больше, и воспринимал больше, чем остальные, и он помог Савлу войти, и укорачивая, я хочу сказать так, что произошло следующее, следующее, когда в Антиохе стали принимать Евангелие, там написано, ну, некоторые стали, я народа эти не помню, сейчас наизусть, но кто-то там стал говорить, и они стали принимать, и послали снова Варнаву туда, Варнава пришел, увидел благодать Божию, и идет, ищет Савла, находит Савла, приводит, и они там стали двигаться, и там началось пробуждение, там впервые стали называться христианами, друзья мои, послушайте, вот там было сформировано уже четко понимание, идея, что язычники наследуют Царство Божие, что Бог дал им Духа Святого, как и нам, не будем их, совет потом собрался, не будем их отягощать нашими обрезаниями, нашими правилами, пусть не едят удавленены, крови, не делают другим то, чего себе не желают, церковь перешла на новый уровень, в новое откровение, и после этого пророческий Бог говорит, отделите мне этих людей, вот это важно, понимаете, если Бог раньше сказал бы, могли бы сказать, нет Бога, это пророчество, но когда уже это они вошли, когда они уже часть стали это использовать, люди были подготовлены, мышление было подготовлено, и они придали это откровение, они отделили Варнау и Савла, и начали это служение, я хочу вам задать вопрос, а может быть есть что-то сегодня, что Бог хотел бы поменять в нашей жизни, и может быть Бог ищет сегодня и Варнам, и Савла, и Бог ищет, чтобы мы сегодня осознали, что то, что работало вчера, может быть уже не работает сегодня, я вспоминаю, как мы ставили палатки, евангелизационные в Славянске, и это было одним из самых мощнейших инструментов евангелизации, каждый раз, когда мы ставили палатку, много людей каялось, и в течение года мы их крестили, мы так привыкли, что Бог так спасает людей, что еще 4 года ставили после того, когда уже никто не спасался, мы ставили палатку, сами там молились, сами там крестились, образно говоря, а никто не шел все, и мы на следующий год ставили, и на следующий, и только на четвертый год, я сказал, братья, а может не надо, вот может быть это уже не работает, друзья, и поэтому я часто вижу, и вот в Америке особенно, это проблема, когда мы на чем-то зациклимся, и думаем, что так Бог двигался, и так Он будет двигаться всегда, у меня такой случай смешной произошел, в Сакраменто, мне друзья дали машину с навигейшн, и я ехал служить в одну церковь, я знал приблизительно, как эта церковь должна выглядеть, то есть, ну, я понимал, что это не консервативные, или харизматы, где-то там вот они так вот, так должны выглядеть, и вот навигейшн мне показывает, оп, флажок стоит, смотрю, машин много, я вышел, на стоянке уже первая пара, мне там такие пожилые любители, говорят, приветствую, это наши гости, я говорю, да, ваши гости, а что мы вас не знаем, я думаю, а как они меня не знают здесь, почему они меня не знают, и шучу на мой взгляд, говорю, а вы что, телевизор не смотрите, нет, не смотрим телевизор, я так думаю, не понял, брат, тебя провести в братскую, какой-то такой, знаете, такой металл в голосе чувствуется, я говорю, да, конечно, проведите, и вот знаете, я так вот захожу, и вот ощущение, что я вот попал, я оп-так и встал, такие дедушки сидят, и так смотрят на меня, вот я не хочу никого обидеть, но знаете, ну нельзя, чтобы христиане так сурово выглядели, ну нельзя, вот и все, ну очень сурово выглядят, знаете, так смотрят на меня, и я как-то растеряю, а я, я говорю, что, не туда попал? они один, смотря, куда ты шел, я шел вот к пастору Сердюченко, а у нас пастор Вронский, я оп-думаю, ну разве я мог, друзья, представить, что в Америке, через дорогу церкви, направо одна русская, налево другая русская, но когда я попал туда, я вот почувствовал, думаю, ну хорошо, эта церковь, конечно, она должна быть, но такие люди, но вот, если бы Бог что-то хотел сделать, сложно Богу сделать, через церковь слева, очень сложно что-то сделать, практически невозможно, если бы Бог захотел что-то поменять, что-то невозможно для этого времени, их остается сохранить до Царства Небесного, и все, они спасутся, да, но употребить очень сложно, понимаете, потому что люди настолько вот уверены, что вот так, 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 и не иначе, я там пытался, ну Демидович, я понимаете, старый крест, пусть даже не знает овезу, я уже пароли старые достал, там все свои, во взгляде четкое понимание, что отступил я от истины, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы были людьми, которые ожидают, что в это время, сейчас у Бога есть новое дело, новые методы, новые формы, и то, что допустим, вы снимаете, это потрясающе, друзья, я вам скажу, это все церкви должны делать, и не просто даже снимать, мы должны заполнить этот мир креативным таким продуктом, с откровением, с жизнью, с знанием Бога, если мы это не сделаем, у нас воруют людей, понимаете, их развлекают всем, чем угодно, а мы часто сидим, вот на этих своих жердочках, и думаем, все главное произойдет здесь у нас, люди привалят сюда, мы мечтаем о том, что они сами, по какой-то причине к нам придут, я не знаю такой причины, почему человек должен все бросить и прийти, он не знает даже, может быть, что-то где-то происходит, поэтому Иисус сказал, вы идите и научите все народы, и современная технология, я вот знаете, я убежден, что в следующие годы, обязательно, будет связано с медиа, вот я вам, это даже не пророчество, это просто очевидный факт, будет связано с медиа, нужно выделять время, силы, финансы, на создание творческого, такого креативного, знаете, продукта, смотрибельного, конкурентоспособного, если мы этого не будем делать, мы окажемся на задворках, мы тоже, Богу нужно будет кого-то искать, и Бог сейчас, я уже вижу, как Бог иногда берет, друзья мои, что часто советские журналисты делают то, что мы должны были бы с вами делать, они возрушают голос за правду, они делают какие-то фильмы, которые показывают истинную ситуацию вещей, а мы думаем, что все как-то произойдет, это вокруг нас, оглядываясь на свою жизнь, я видел несколько раз, ключевые повороты в моей жизни, я не знаю, было ли еще что-то, что я пропустил, может быть я в вечности это узнаю, но в моей жизни я видел радикальные повороты, которые я не пропустил, и моя жизнь радикально изменилась из-за этого, я поехал учиться в Германию, как это произошло, когда я слышал объявление, о школе, это было за другую школу, за Индонезию, один миссионер приехал и говорил, есть возможность учиться, а, Филиппины, извиняюсь, Филиппины, есть возможность учиться на Филиппинах, и вот дух мой, знаете, как выпрыгнул, затрепетала внутренность, и я понял, я хочу учиться, я хочу учиться, я пошел к своему епископу Евразии, он немец, я стал просить через переводчика, я хочу учиться, а ему Бог указал на меня, и он говорит, ты будешь не в Филиппинах, а в Германии учиться, он потом немного разрешил, Бог сказал ему, вложи в этого человека силы, время и финансы, это стоило не дешево, мы всей семьей жили, четыре года в Германии, это во многом поменяло меня, это сформировало мне другой образ мышления, дало мне новые связи, новые возможности, и возможно это повлияло, когда я вот помню, ехал в Германию, это ночью было, я был за рулем, семья спала, и Господь мне сказал три вещи, выучи язык, выучи компьютер, и научись коммуницировать с людьми, теперь я вижу, все эти вещи необходимы мне в жизни, в служении, необходимы, к сожалению, Господь не утащил, что надо было не немецкий учить, а английский, а я выучил немецкий, теперь же прехаю, вы понимаете, они все понимают, я говорю по-немецки, а лучше бы я говорил по-английски, но я увидел, то есть Бог готовил меня для того места, где я сейчас, мне сегодня очень важна коммуникация, то есть научись коммуницировать с людьми, и это сегодня глобальная коммуникация, я с утра встаю, заварю кофеек, и я по скайпу общаюсь с пасторами, с людьми, с друзьями во всем мире, одно из величайших, может быть, чудес, что церковь славянская, многие смеются, особенно Махненко, он всегда вы смеет, деревня, но что Бог сделал в этой деревне, когда несколько лет назад, Господь стал мне говорить о телевидении, это было, ну, настолько неправдоподобно, ну, славец на самом деле маленький город, здесь я должен был, это 125 тысяч населения, это небольшой город, производств почти никаких нет, все, знаете, там, посуду только делают, вот, развитое это дело, глина у нас есть, и вот, Господь стал мне говорить об этом, и именно звучало отделить, я пришел к старшему пастору Алексею, это мой брат родной, я говорю, Алексей, я хочу оставить служение локального пастора, они говорят, ну, зачем, ну, кто тебя за язык тянет, ну, мы тебя, делай, что ты, как бы, видишь, но будь, оставайся, как бы, я говорю, понимаешь, вот должно совершить всякую правду, вот я внутри себя чувствую, Бог благословит меня, если все люди будут понимать, и знать, что я отделен именно для этого служения, мы вышли на сцену, на нас возложили руки, и благословили, и отделили для телевизионного служения, это был, мужественный шаг, мы с братом начали церковь с 15 человек, и я сейчас в церкви, и я являюсь пастором, ну, пасторская, как это, я не знаю, сан, никто не снимает, но все в церкви четко понимают, я отделен для телевизионного служения, поэтому я не занимаюсь ячейками, я не занимаюсь как бы локальным обустройством каждодневного вну, вот церкви, я занимаюсь тем, чему меня призвал Господь, и пошло благословение, сегодня мы делаем трансляцию на 180 стран из славянска, это я хочу сказать, это единственная церковь русскоязычная в мире, в мире, которая на телеканале вещается в прямом эфире, каждое воскресенье, для меня это чудо, а я помню, как я со сцены пророчествовал, я это в духе чувствовал, только я думал, знаете, как в духе чувствовал, но добавлял, как бы, как это будет, я говорю, вот здесь будут машины, с такими тарелками, будем вещаться, в прямой трансляции, и люди, думаю, вот Серегу понесло, ну, вообще, я завел оптоволокно, и сегодня без машин, через оптоволокно, новые технологии просто, мы в эфире, я вам скажу, может быть, это вам будет интересно, как мы это именно делаем, когда мы праздновали 20-летие церкви, как раз, когда Господь говорил, начинать телевидение, Бог нам сказал такую вещь, перестаньте концентрироваться на локальной церкви, это знаете, то есть я вас призвал к большему, не думайте только о Славянске, не думайте только об этой церкви, и вот к чему это пришло, это служение, называется Господь Царств, мы его назвали, и как оно проходит, в одной комнате сидят на компьютерах люди, операторы, которые принимают звонки, которые принимают там SMS, по Skype, email, все, все возможные средства связи, со всего мира, и вот люди принимают, и специально разработана программа, у меня она включена, и эти операторы сразу забивают, кто что сказал, кто что позвонил, кто о чем просит, кто за что благодарит, и у меня здесь буквально вылетает, я сижу в студии, служение идет в церкви, и мы несколько раз переключаемся, для чего это нужно, когда человек подсоединяется в середине, он вдруг слышит, со студии, мы прямо в эфире, мы вас любим, мы здесь, чтобы служить вам, вот наши телефоны, вот прямо сейчас вы можете позвонить, позвонить, люди звонят, пишут, присылают, и мы за них молимся, в конце мы выходим с таким вот, уже списком там, как бы параллелицей, и на бумаге, молимся в церкви, но потом, с понедельника, мы взяли специально на работу человека, это дьякониса наша, она сидит, и всю неделю отрабатывают обратные звонки, и вот теперь смотрите, Славянск, маленькая деревня, которая служит людям в разных странах, в мусульманских странах, в Европе, в Америке, везде, как это произошло, отделите мне Славянск, на дело, к которому я его призвал, и были люди, которые помогли, и были люди, которые, ну, помогли преодолеть, даже вот эту ментальную проблему, что не бойтесь, все получится, телевидение дорогое удовольствие, друзья мои, и меня иногда спрашивают, а вообще, как ты это финансируешь, как это получается, я сам до конца не знаю, как это получается, но это получается, постоянно работают люди, мы постоянно производим эти программы, и мы верим, что это только начало, у меня есть, знаете, мне 46, но у меня так все внутри трепещет, я верю, что все только начинается, друзья мои, мы будем с вами свидетелями Божьей славы, знаете, при умножении вот этого давления, беззакония, Бог даст церкви своей больше силы, больше помазания, и больше власти, мы не умрем, мы не будем, знаете, скитаться, мы не будем такими несчастными, мы не будем такими бедными, мы будем делать то, что Бог повелел нам делать в это время, я беру себе как обетование такое место, и держусь всего крепко, я верю, что в последнее время написано, разумные усилятся, и будут действовать, они увидят от Бога, что именно сегодня работает, мы не будем сидеть на жердочках, и ждать просто, когда придет Иисус, Иисусу нужны люди, которые способны услышать Его, и двигаться в том направлении, куда Он нас ведет, и я вас просто вдохновляю, милые мои, драгоценные, наша жизнь очень короткая, это просто горит в моем сердце, вам сказать, наша жизнь очень и очень короткая, я вот только вроде недавно женился, понимаете, но уже 22 года мы вместе, уже дети наши выросли, быстро вот так, я у папы спросил как-то, лет пять назад, я говорю, пап, что ты мне за жизнь скажешь, думаю, он уже пожилой, он говорит, сынок, мы с мамой жить хотели, а жизнь взяла и прошла, вы понимаете, жизнь взяла и прошла, мы тогда занимаемся вещами, друзья мои, которые, может быть, вообще не важны, и это отвлекающий маневр, который там, дьявол придумывает в нашей жизни, и мы думаем, и то, и то надо, и то, и то надо, у меня есть такая хорошая, может быть, в интернете найдите, есть такой видеоролик, есть такой жук, навозник, если кто-то знает, и он как делает, у него такая, как он шарик такой скатывает, и он туда свое, как бы семя, там вырастают, вот эти маленькие навозники, я так понимаю, и вот он его толкает, вот если вы это понаблюдаете, это так смешно, этот шар, больше него в несколько раз, и он его то так толкает, то развернется, вот так вот задом толкает, и он его толкает, и он шар, он же такая почва разная, каменистая там, он куда-то упрется, он туда, и я смотрю, он его толкает, куда попало, я думаю, ему работы на всю жизнь хватит, куда он его толкает, этот шарик, я не знаю, я видел такую картинку, как такая игла торчит, ну это колючка, и она прям нанизалась на это, и он столько мучился с этой, и так, и так, когда я спихнул, такой упертый жучок, как многие из нас, и потом в самом конце камера так отъезжает, отъезжает, и вдруг ты видишь, что жук со своей какашкой такой маленький, такой маленький, знаете, когда близко его снимали, кажется, это весь мир, и его проблемы, и вот этот шарик, такой, знаете, такое большое в всем жизни событие, но когда камера отъехала, его там еле видно, знаете, дорога, он такой маленький там где-то, вот так часто мы со своей какашкой, мы так заняты ей, нам кажется, такие, знаете, усилия, и мы такие труженики, нам нужно отъехать камерой с высоты Божьего взгляда, посмотреть на землю, на свою жизнь, на то, чем мы занимаемся, друзья мои, и увидеть, что наша жизнь скоро пройдет, и мы можем сделать что-то для Иисуса, я начал новую программу, тоже верю по побуждению Духа Святого, о миссии, вот миссионеры сидят, и я увидел, что церкви сегодня на постсоветском пространстве, должны поменять парадигму, мы больше не миссионерское поле, надо перестать ждать миссионеров, перестать точно ждать какой-то помощи, каких-то гуманитарных проектов, нам нужно сегодня выходить на миссию, я сделал шикарную студию, и объявил всем сейчас, кто хоть что-то делает, велкам, я посажу вас в студию, и буду расспрашивать, что вы делаете, не я ведущий, там другой будет, мы покажем ваши кадры, на собаках, на оленях покажем, в Африке покажем, в Пакистане, в Непале, давайте мы это покажем, почему, нам нужно, как заквасить все тело Христово, что для русских наступило время ответственности и миссии, вот я в это верю, это мой пророческий сегодня взгляд, для русских, русскоязычных, пусть украинцы, белорусы, все это одно и то же, друзья мои, простите, украинцы, да, ну приблизительно, но пришло время нам для дальней миссии, нам нужно думать за Депал, нам нужно думать за Индию, за Африку, нам нужно думать за землю, Бог благословил нас, церкви большие, сильные, много в России сильных церквей, в Украине, надо перестать просто сидеть, и ждать пока Иисус придет, Иисус не может прийти, пока мы не выйдем на дело, и не сделаем то, для чего Он нас призвал, поэтому и вас вдохновляю, в чем лежит потенциал, потенциал, друзья мои, в том, чтобы каждый стал служить, вот послушайте, есть люди, которые в этой церкви, по масс, это их дело, это их призвание, вот здесь служить, служить, многим здесь сидящим, для того, чтобы они служили там, где Бог их призвал. Приходить в церковь, это не есть служение, это вдохновение и зарядка, принятие помазания для служения, поэтому нам важно быть в таком состоянии, в таком молитвенном состоянии, как мы читали, чтобы Бог сумел нам сказать, вы мне нужны, отделите мне, вот это и вот это, для вот этого и вот этого дела, я ожидаю, что у нас много дел еще сейчас будет, поэтому просто от сердца благословляю вас, вдохновляю вас, молодые люди, живите для Господа, это лучшее, что можно, знаете, нашу картинку, как папу Сережу, когда-то тоже покажут, и нужно что-то будет суметь сказать за нашу жизнь, понимаете, мне нравится в евреях, когда написано за христианство, и они верой побеждали, и то делали, и жены получали умерших живыми, а другие перепиливаемые были, и когда ты это читаешь, думаешь, а если бы сейчас за нас писали, что бы написали? Они ходили на собрания, некоторые бросили пить и курить, или что? Что сегодня за нас можно написать? Поэтому, друзья, мы пишем свое Евангелие в это время, и то, как нас Бог призвал, я понимаю, понимая, что, я немножко как бы утрирую, но белый портфель, сами понимаете, за нас тоже нужно суметь будет написать, что мы делали для Господа. Вера должна быть осязаемой. Сейчас, когда мы будем молиться, я очень вдохновляю вас, на самом деле, каждый, каждый, очень трезво, очень серьезно, очень искренне, обнимите вот просто ноги Иисуса и скажите, Иисус, а что бы ты хотел в моей жизни? Вот, я правда хочу тебе угодить, я хочу жить для тебя, я не хочу протратить свою жизнь, я не хочу просто просидеть, я так хочу быть колесиком в твоем большом механизме. И я верю, это еще нас приблизит к тому, чтобы мы все-таки услышали. Может быть, не прямо сейчас, но Бог говорит по-разному, Бог говорит через служителей, Бог говорит через друзей, Бог говорит через обстоятельства, видя, разгонял, чтобы что-то поменялось. У Бога есть разный язык, но нам нужно, минимум, быть готовыми к тому, что для каждого времени есть свое дело. Нам нужно ожидать, что Бог может нам сказать, а вот теперь ты мне для этого нужен. Аминь. Давайте мы поднимемся сейчас. Если у кого-то есть особенное, знаете, вот такое на сердце, просто как знак пред Господом, что вы какое-то решение особенное принимаете или вот что-то Бог вам проговорил. Вы можете пройти наперед, будем вместе с вами молиться. Но в любом случае, давайте сейчас просто мы закроем глаза и скажем Господу, вот во свете этого слова, чтобы мы в жизни своей хотели, чтобы у нас с Ним произошло. Аминь. 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 Продолжение следует...